Происходящее здесь возможно не имеет аналогов в истории Америки. Люди, которых вы видите, выступают не против нарушения трудового законодательства и ни с какими-либо политическими требованиями. Они пришли сюда, чтобы бросить вызов совести богатого и влиятельного общества сторожевой башни, более известного под именем Свидетелей Иеговы. Свидетели Иеговы создали мощную международную организацию, располагающую миллионами членов и сотнями миллионов долларов. Но эта группа людей не выглядит напуганной, потому что им есть что сказать. Вы не можете увидеть боль, которую мы чувствуем, но нам так больно из-за того, что многие из нас оторваны от своих семей из-за законов организации сторожевая башня, несправедливым, лишенным любви и доброты, нехристианским правилам. Организация ставит себя на место Христа, а этому Библия не учит. Мы пришли сюда сегодня, чтобы привлечь внимание к живому лжепророку, тому самому лжепророку, которому предупреждал Иисус. Они лгали нам, обманывали нас, и у нас есть документы, подтверждающие это. Мир, в котором мы живем. Он может быть мрачным и страшным местом, в котором множится алчность, разбитые сердца, зло. Он может быть кошмаром, далеким от величайшей мечты человечества, от рая. Всех нас, конечно, волнует перспектива пережить конец этого злого мира и продолжить жизнь новым, праведным путем Божьим. Какое великое будущее ожидает нас. Эти смелые, полные надежды слова взяты из книги общества сторожевой башни. Вы можете вечно жить в раю, на земле. Именно это обещание привлекает в ряды свидетелей Иеговы все новых людей. В общество сторожевой башни меня привлекло их учение о том, что Армагеддон так близок, что живущие сейчас уже не умрут, но будут жить вечно. Мне кажется, больше всего привлекает людей то, что нас учат, точнее нас учили, что мы сможем вечно жить на земле, и между людьми и животными будет мир, совершенный мир. Маленькие дети смогут играть с животными, и на всей земле не будет ни зла, ни боли. Свидетели Иеговы пришли со словами, которые, я думал, были из Библии. У Бога есть план и цель для меня лично. К этому я стремился, к тому, чтобы быть угодным Богу. Этот человек, Мартин Мерриман, не был одинок на пути свидетелей Иеговы. Статистика говорит, что за 30 лет, с 1963 по 1993 год, организация свидетелей Иеговы выросла с одного до 4 миллионов 700 тысяч членов. Представитель свидетелей Иеговы Юджин Мортенсен. Рост, который сейчас переживают свидетели Иеговы, феноменален. За последний год, например, наш рост по всему миру составил 6,8%. Все началось в конце 19 века в штате Пенсильвания, когда Чарльз Дейз Рассел попал под влияние проповедника Второго пришествия. Рассел создал свою собственную группу по изучению Библии, которая впоследствии вырастает в общество сторожевой башни. Неприкрыто заимствуя откровения Нельсона Барбара, нью-йоркского приверженца Второго пришествия, Рассел заявил, что в 1799 году мир вступил во времена конца, что Иисус незримо пришел в 1874 году, и что в 1914 году наступит конец света. В 1897 году 27-летний Рассел был так уверен, что эти пророчества даны Богом, что продал процветавшее галантерейное дело и двинулся в ином направлении. Обладая скромным образованием и не имея богословских знаний, тем не менее он начал издавать журнал «Сторожевая башня Сиона» и «Вестник присутствия Христова». Издание, известное сегодня как «Сторожевая башня». Тираж этого издания вырос с 6000 до более чем 400 миллионов экземпляров в год, и оно по-прежнему доносит до свидетелей Иеговы все основные учения. За свою жизнь Рассел написал огромное количество книг, включая многотомный труд исследования писаний. По его словам, никому не понять Библию без этих книг, а чтение одной лишь Библии приведет к духовной тьме. Одним изучением Рассела было то, что Большая Египетская пирамида создана Богом в качестве второго свидетеля, в дополнении к Библии. Она должна была служить средством откровения человечеству его великого плана веков. Рассел верил, что размеры внутренних коридоров Великой пирамиды подтверждают его даты и сроки. По его словам, коридоры подтвердили, что конец света придет в 1914 году. Наконец, 1914 год наступил. И прошел. Рассел и его последователи не вознеслись от земли, и конец не наступил. Джон Найт, которому тогда было 15 лет, вспоминает. Когда пришел 1914 год, нам, конечно, пришлось пересмотреть свои взгляды, как мы не раз это делали впоследствии. Сперва срок передвинули на 1915 год, потом на 1918. Армагеддон уже, конечно, был не за горами. Но в 1916 году Чарльз Тейз Рассел умирает. Больной, усталый и разочарованный. Сегодня на его могиле, как укоряющее напоминание о его лжепророчествах, стоит массивная каменная пирамида. При помощи твердой руки и скрытых политических манипуляций, Джозеф Франклин Рутефорд, юрист из Миссури, присвоивший себе титул судьи, в 1917 году стал вторым президентом общества сторожевой башни. В 1918 году речь судьи Рутефорда под названием «Миллионы ныне живущих не умрут никогда» стала началом всемирной кампании по привлечению новых членов, получившей название «Кампании миллионов». Она также объявила о грядущем конце света, который был уже близко, в 1925 году. В 1920 году вышла «Книга миллионов». В ней Рутефорд заявил, что согласно Библии, в 1925 году должны воскреснуть Авраам, Исаак, Иаков и другие патриархи, чтобы править как князья в новом раю на земле. Искренне веря в истанность пророчеств Рутефорда, многие свидетели продавали свои дома и предприятия и пускались в путь. Живя на колесах, как бродяги, они повсюду несли свою весть. Накануне 1925 года некоторые фермеры даже не сеяли, веря в близкий конец. Наступил 1925 год. Но, как и в 1914, ничего не произошло. Пророчество сторожевой башни вновь оказалось ложным. Как и Рассел, Рутефорд упрямо настаивал на том, что конец уже не за горами. В 1929 году судья построил этот роскошный особняк. Он был предназначен для Авраама, Исаака, Иакова, чтобы им и другим патриархам было где жить, когда они воскреснут. Он находился в богатых кварталах Сан-Диего, штат Калифорния, и был назван Бет-Сарим, что по-еврейски означает «дом князей». Мир переживал Великую депрессию. Но Рутефорд вел жизнь миллионера, проводя зиму в Бет-Сариме, а лето в Европе. В то время, как американцы страдали от нищеты и лишений, Рутефорд с удовольствием разъезжал на двух мощных Кадиллаках. Рутефорда По всему миру усердные свидетели приходили воскресным утром к дверям церквей, неся плакаты со словами «Религия – это ловушка и обман». Не отставая от времени, общество построило свою радиостанцию, а к 1933 году по всей стране уже было 403 станции, передававших оскорбительные выпады Рутефорда в адрес священников, политиков и тех, кого он называл жадными торгашами. По радио и в прессе он постоянно подчеркивает, что до конца света осталось всего несколько месяцев. И конец наступил. Но только для Рутефорда. В 1942 году он умер в Бет-Сариме, доме, построенном как пышное свидетельство имени Божьему. Единственное, о чем когда-либо свидетельствовал этот дом, так это цена уже пророчества в пересчете на деньги. В 1949 году общество без шума продало свои владения, закрыв эту неприятную страницу своей истории. Сегодня самые молодые свидетели Яговы уже не знают, что Бет-Сарим когда-то существовал. С уходом Рутефорда прошла эпоха ярких харизматических личностей. Сегодня питаемая заботами ядерного века общество Сторожевой башни стала гигантской многонациональной корпорацией, разносящей свою весть смерти по всем уголкам земного шара. Между Богом и миллионами свидетелей Яговы стоит единовластное руководство, называемое руководящей корпорацией. Поскольку свидетели Яговы верят, что Слово Божье открывается человечеству только через группу избранных, эти люди пользуются безраздельной властью. Каждый свидетель находится под их властью от колыбели до гроба. Реймонд Франц, автор книги «Кризис совести», был членом руководящей корпорации Сторожевой башни 9 из 60 лет, что он отдал этой организации. Его рассказ разоблачает тайны собраний руководства. Должен сказать, это было одним из наибольших разочарований в моей жизни. Меня как будто грубо разбудили, когда я увидел, что происходит на самом деле. Я видел в руководстве группу людей, для которых Библия, Слово Божье, является руководящей силой во всех решениях, которые буквально перекапывают Писание, чтобы убедиться, что все их поступки прочно основаны на Библии. Но попав в руководящую корпорацию, я обнаружил, что к Библии обращаются редко, ей редко пользуются, что основной вопрос – это вопрос организационной политики и ее существления. И я увидел, что снова и снова, когда вставали вопросы, даже если можно было обратиться к Писанию, если стоял вопрос организационной политики, политику предпочитали Писанию. И я не мог не вспомнить слова Иисуса из 23 главы Матфея. Они упразднили Слово Божье ради своих традиций. Может быть, организация не всегда советуется с Писанием при выборе своей политики, но они не задумываясь ссылаются на Библию, как на подтверждение своей власти. Общество Сторожевой Башни утверждает, что оно и есть тот верный и добрый раб, о котором говорится в 24 главе Евангелия от Матфея. Леонард и Марджори Кретьен, авторы книги «Свидетели и Еговы». 22 года они были преданными членами организации. Леонард занимал пост старейшины и председательствующего надзирателя. Сначала верили в то, что избранным рабом был Чарльз Тейз Рассел. Общество Сторожевой Башни учило, что домостроительство Божье было отнято у христианских церквей и отдано Расселу. Когда Рассел умер, им пришлось приспосабливать свои верования к новой, ситуации. Теперь они говорят, что невидимо воцарившись над землей в 1919 году, Христос нуждался в организации, которая возвещала бы его царство и управляла его делами здесь. Так, по их словам, он тщательно изучил все христианские религии и отверг их в пользу общества Сторожевой Башни. Питер Грегорсон провел в обществе почти 50 лет. Он пользовался уважением и занимал ряд ответственных должностей. Я начал серьезно задумываться о том, что происходило внутри организации. Мне казалось, что все вновь и вновь упирается в вопрос об обществе Сторожевой Башни и его руководителях. Являются ли они верным рабом? Я действительно хотел доказать себе, что общество право. Грегорсон решил изучить те самые учения, которые пришлось бы изучать Христу в 1919 году, когда он якобы оценивал религиозные организации мира. Последние учения Сторожевой Башни того времени вошли в книгу «Исчезнувшая тайна». То, что я увидел, полностью разрушило мою веру в Сторожевую Башню. Они уже утверждали, что конец света придет в 1914 году. А в этой книге, которая прямо из типографии должна была попасть в руки Христу, они говорят, что к весне 1918 года миллионы людей по всему миру будут умирать на улицах, но это не произошло. Христос должен был изучить эти материалы, чтобы узнать, можно ли поставить общество Сторожевой Башни надо всеми делами Божьими на земле. То есть, они были виновны в откровенном лжепророчестве. Помимо лжепророчества, исчезнувшая тайна содержала ряд других нелепых толкований Писания. Исходя из них, 12 глава Откровения ясно говорит, что Михаил и его ангелы — это Папа Римский и его епископы. В 14 главе Откровения упоминается расстояние в 1600 стадий, который эта удивительная книга трактует как расстояние от города Скрентон, штат Пенсильвания, до штаб-квартиры Сторожевой Башни в Бруклине, если ехать через Хабакенский паром по Лакованской железной дороге. Библия говорит о морском чудовище — Левиафане. Вам, наверное, интересно узнать, как оно выглядело. Исчезнувшая тайна сообщает свидетелям Иеговы, что Левиафан — это такой вот паровоз, а это рычаг — его язык. Эта книга, главный учебник Сторожевой Башни того времени, содержала предсказания, что в 1918 году демоны владеют разумом в христианской церкви, которую она именовала родом свиней. Нам бы хотелось, чтобы каждый свидетель Иеговы сегодня прочел исчезнувшую тайну. Возможно, они придут к тому же выводу, что и Питер Грегорсон. Я провел много времени в молитве и много времени в размышлении, и пришел к выводу, что Иисус Христос, как судья, не мог, видя эти факты, дать обществу Сторожевой Башни ту власть, на которую оно претендует. Свидетели Иеговы по-прежнему настаивают, что их религия — это единственная истина. Все прочие составляют всемирную империю лжерелигий, вавилонскую блудницу, о которой говорится в Откровении. Сторожевая Башня говорит, что эти религии виновны в духовном осквернении с политическими и экономическими властями мира и будут уничтожены Богом в Армагеддоне. Только истинные христиане, свидетели Иеговы, останутся в живых. Ф.М. Гайб, представитель Сторожевой Башни и штатный сотрудник ее штаб-квартиры, поясняет. Мы считаем свидетелей Иеговы единственной истинной религией, и причина этого в том, что мы во всем следуем Библии. В качестве обоснования своих верований организация Сторожевой Башни издала собственный перевод Библии, названный переводом Нового Мира. Стремясь вызвать доверие к этому переводу, общество Сторожевой Башни намеренно исказило слова ряда известных специалистов в области греческого языка. Доктор Мэнти, выдающийся знаток греческого языка, был одним из тех, чьи слова были вырваны из контекста. Сторожевая Башня утверждала, что он одобряет их перевод Нового Мира, но сам доктор Мэнти с этим не согласен. Я не встречал ни одного так называемого перевода, который был бы более далек от того, чему на самом деле учит Писание, чем эти книги, изданные свидетелями Иеговы. Они очень далеки от того, что есть в оригиналах греческого и еврейского текстов. Доктор Мэнти назвал Библию свидетелей Иеговы шокирующей пародией на перевод, устаревшей и неверной. Вы не можете проследить их мысль, потому что текст искажен и вводит вас в заблуждение, поскольку они умышленно подменяли слова в тексте Библии, чтобы согласовать ее со своим учением. Они извратили Писание во многих местах, в десятках мест в Новом Завете, особенно в тех, которые говорят о божественности Иисуса Христа. В поисках подтверждения своим извращением Писания Стражевая Башня обращалась даже к оккультистам. Во многих своих изданиях они ссылались на Новый Завет, перевод Библии, сделанный Иоханнесом Гребером. Иоханнес Гребер был спиритистом и занимался оккультной практикой. Его перевод был сделан под руководством духовных посланцев и при помощи его жены, объявившей себя духовным посредником. Готовная Стражевой Башне признать чей угодно авторитет видна из слов Чарльза Тейза Рассела в июльском номере Стражевой Башни Сиона за 1879 год, где он утверждал «Истина, данная самим сатаной, так же истина, как и истина, сказанная Богом. Принимайте истину, где бы вы ее ни нашли, чему бы там она не противоречила». Эта философия и отражена в переводе Нового Мира свидетелей Иеговы. Когда первоначальные учения Стражевой Башни о том, что в 1799 году мир пришел к концу времен, что Иисус незримо пришел в 1874 году и что конец света будет в 1914 году провалились, тогда эти учения были надлежащим образом пересмотрены. В новом варианте 1914 год стал как годом незримого возвращения Христа, так и начало конца времен. Эту дату называли не как теорию или предположение, но как твердый, бесспорный факт. Юджин Мартенсен – должностное лицо общества Стражевая Башня. Свидетели Иеговы, исходя из своего понимания Библии, твердо верят в то, что с осени 1914 года Иисус властвует в Своем Царстве, и что, судя по Его словам, в 24 главе Евангелия от Матфея поколение, увидевшее начало этого, еще не пройдет, как все свершится, что означает конец этой греховной системы вещей. Общество Стражевой Башни очень озабочено тем, что у поколения 1914 года остается мало времени. Те немногие, кто еще жив, уже стары, и если все они умрут до Армагеддона, то свидетелям Иеговой придется объяснять еще одно же пророчество. Предчувствуя грядущие неприятности, руководство уже приготовило документ, предполагающий перенесение даты с 1914 года на 1957 год. Реймонд Франц был членом руководящей корпорации, когда обсуждалось это предложение. Теперь в этом документе они выдвигают идею, что поколение, которое увидит время конца всех вещей, нужно отсчитывать не с 1914 года. Они ухватились за слова Иисуса о том, что будут знамения на небесах, и, таким образом, предлагают здесь перенести дату на 1957 год, когда русские запустили в космос спутник. И теперь они говорят, что именно этот небесный феномен обозначил поколение, которое увидит последний ужас. Идею со спутником руководящая корпорация, в конце концов, отвергла. Но времени у поколения 1914 года становится все меньше. Как же сторожевая башня выбрала 1914 год в качестве решающей даты? Их хронология отталкивается от 607 года до нашей эры, которую они считают годом взятия Иерусалима вавилонянами. Карл Олаф Йонсон, автор книги переосмысления времен язычества, бывший старейшина свидетелей Яговы и служитель-пионер. Сначала я не сомневался в хронологии, думая, что Библия говорит в ее пользу. Я знал, конечно, что историки относят опустошение Иерусалима не к 607, а к 587 или 586 году. Но в 1968 году я занимался изучением Библии с человеком, который хотел знать, почему историки предлагают дату на 20 лет позже. Итак, я начал изучать этот вопрос и вскоре обнаружил, что за мнением историков стоят твердые факты. Йонсон подвел итоги своих исследований и отправил их руководству сторожевой башни. Но вожди общества решительно оберегали неприкосновенность своих учений. Я получил письмо с предупреждением. Меня предостерегали не делиться своими открытиями с другими свидетелями. Чтобы утаить факты и скрыть результаты его семилетних исследований, общество сторожевой башни исключило Карла Олафа Йонсона из своих членов. Мы проповедуем об Иисусе Христе то, что Он Сын Божий. Он был первым, кого сотворил Иегова, и через Него было создано все остальное. Некоторые религии учат, что Бог и Иисус. Это одно и то же. Но этому не учит Библия, а значит не учат и свидетели Иеговы. Как мы верим, Библия учит, что Иисус выполняет ряд поручений для Всевышнего Бога Иеговы. В еврейских писаниях, например, его называют Михаилом. Михаил в буквальном переводе на русский означает «кто как Бог». Свидетели верят, что Иисус Христос – это духовное создание, верховный ангел, первое творение Бога Иеговы, который до своего прихода на землю в облике человека существовал на небесах, как архангел Михаил. Изначально Иисус был Логосом. Или Михаилом Архангелом. Который затем пришел на землю, родившись от Девы Марии. Он был совершенным безгрешным человеком. Но только человеком, лишенным всякой божественности. Иисус жил на земле как человек, став Христом только при крещении. Свидетели Иеговы презирают крест, считая его всего лишь языческим символом, который переняли отступники христиане. Вместо того они учат, что по окончании своего служения Иисус умер, но не на кресте, а на вертикальном столбе. Тело Христа было положено в гроб, где и было навсегда уничтожено Богом. Затем Иисус был воссоздан Отцом. Прежде чем уйти на небеса, Он воплощался в различные тела, чтобы убедить Своих учеников и прочих людей, что Он действительно воскрес. Иисус вернулся к Своему Отцу на небесах, где вновь стал Архангелом Михаилом. Он уже никогда не явится на землю видимым образом, но правит незримо с небес. Произведя суд над миром во время Армагеддона, он уничтожит всех, кроме верных свидетелей. КОНЕЦ Живущий на земле уже никогда не увидят Иисуса или Архангела Михаила. Его увидят лишь 144 тысячи избранных свидетелей, которые правят вместе с ним с небес. Если вы решитесь поверить современному пророчеству Сторожевой башни о Бармагеддоне, каким бы оно ни было, и решитесь обезопасить себя, став свидетелем Яговы, то окажетесь в уникальной двухклассовой религии. Только высшей касте, упомянутом в Откровении 144 тысячам, гарантировано место на небесах. Их называют освященными. Общество Сторожевой башни учит, что большинство свидетелей Яговы составляют вторую группу, называемую другими овцами. У них нет надежды на небеса. Они вечно пребудут на земле. Раз в год, в годовщину Тайной Вечери, свидетели Яговы и приглашенные собираются на эту похожую на причастие церемонию. Только ныне живущие члены освященной касты, а их около 9 тысяч во всем мире, принимают хлеб и вино. Миллионы других овец причастия не получат. Другие овцы не вступили в Новый Завет и таким образом не имеют личных взаимоотношений с Христом. Как же тогда они надеются получить спасение? Свидетелю Яговы объяснили, что он не может ждать вечной жизни только от Иисуса. Его место в раю, как одного из других овец, зависит от организации. Организация, в свою очередь, говорит, что он должен заслужить свое спасение, главным образом, ходя по домам. Странно, но им удается учить одновременно двум разным, совершенно противоположным вещам. Они соглашаются, что Библия учит спасению по благодати, по незаслуженной милости Божией, как они говорят, а не по делам. И все же, рядовой свидетель верит, что он никогда не получит вечной жизни, если не будет исполнять дел, порученных ему обществом сторожевой башни, свидетельства, проповеди по домам, регулярного посещения собраний и многих других требований. Вступив в организацию, свидетели посещают пять часов собраний в неделю. Кроме того, каждый месяц они должны уделять много часов тому, чтобы ходить из дома в дом, распространяя литературу и обращая людей, вечно стремясь быть достойными, чтобы избежать Божьего гнева в Армагеддоне. Даже веря в то, что Бог есть любовь, мы постоянно боялись, что Бог внезапно уничтожит нас, что однажды придет Армагеддон, и мы можем не успеть. Если мы прерывали свое свидетельство и ездили на выходные с семьей на озеро или еще куда-нибудь, они ходили по домам, то мы постоянно чувствовали себя виноватыми. Чтобы держать под жестким контролем жизнь каждого своего члена, организация требует от них ежемесячного отчета, если он хочет попасть в список активных свидетелей и иголы. Мы не ведем членских списков. Единственные записи, которые у нас есть, это списки тех, кто действительно ходит свидетельствовать по домам. Сегодня, когда крестится новый свидетель Иеговы, вместо библейской формы крещения во имя Отца, Сына и Святого Духа свидетеля крестят во имя Отца, Сына и Водимой Духом организации. Для них это безоговорочное посвящение. Теперь они отбросят всю свою жизнь, чтобы исполнять волю своего Творца. Крестившись таким образом, свидетель Иеговы отдает себя в рабство организации до конца света. Свидетели Иеговы живут в жестокой авторитарной системе запретов. Им запрещается голосовать или быть избранными, отмечать праздники, вступать в христианские организации, отдавать почести флагу, петь национальный гимн и участвовать в иных патриотических действиях, служить в армии или работать в политических и военных организациях, принимать переливание крови, читать критику в адрес Сторожевой башни и общаться с бывшими свидетелями Иеговы и даже посещать церковь. Если жизнь так ограничена для взрослых свидетелей, то еще более острая эта проблема стоит для их детей, школьников. Сторожевая башня выпустила книгу под названием «Школа и свидетели Иеговы», чтобы объяснить школам, в чем детям свидетелей запрещено участвовать. В том числе дни рождения, Рождество, Пасха, другие религиозные праздники, все государственные праздники, спортивные мероприятия, даже игра в шахматы, подъем флага, дискотеки, пение национального гимна, клятва на верность Родине. Эти дети настоящие жертвы. Дети-свидетели Иеговы не могут участвовать во многих нормальных школьных делах, вследствие чего над ними смеются. Их душа рвется на части, потому что с одной стороны они хотят угодить родителям, а с другой, чтобы их принимали учителя и одноклассники. Из этого круга им не вырваться. Чувства буквально рвут их на части. Я знаю это по себе, потому что моя дочь плакала в школе чуть ли не каждый день, с тех пор, как впервые туда вошла, пока в четвертом классе один добрый учитель не помог ей почувствовать себя свободно. Жизнь ребенка-свидетелей очень одинока, потому что игры с одноклассниками и соседями не свидетелями, считаются дурной компанией. Общество сторожевой башни изображает свидетелей чистыми, счастливыми и безупречно моральными. Библия много говорит о семейной жизни, и свидетели Иеговы потому имеют такие счастливые семьи, что мы пытаемся применять принципы, которые есть в Библии. Это уберегает их от многих стрессов и проблем, врывающихся сегодня в семейную жизнь. Например, свидетели Иеговы, хотя они и не защищены от проблем, но могут справиться с теми трудностями, с которыми мужья и жены и их дети сталкиваются каждый день. И поэтому у нас очень низкий уровень разводов, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма, и это подтверждает выгоду неуклонного послушания Слову Божьему. Бывшие свидетели Иеговы с этим не согласны. Ребенком, живя среди свидетелей Иеговы, я всегда считала их чистой Божьей организацией. Но повзрослев, я увидела, что в приходах есть разводы, откровенная безнравственность, и что мы, по сути, ничем не отличаемся от тех, кого осуждали. Будучи старейшиной, я видел худшую сторону жизни прихода. Члены приходили ко мне со своими проблемами. Я видел, что даже некоторые старейшины погрязли в бесчестных сделках и безнравственности. Я стал понимать, что мы, по сути дела, ничем не лучше людей вне организации. Когда я покинул Вефель, мне было трудно даже описать отцу и матери, что там творится. Непрерывные пьянки, гомосексуализм и тому подобное. В конце концов, сторожевой башне пришлось признать, что безнравственность захлестнула высшие слои организации. Как бы это ни шокировало, даже некоторые из самых видных людей в организации Яговы предались безнравственности, в том числе гомосексуализму, смене жен и грубому отношению к детям. Алкоголизм, депрессия и расстройство психики среди свидетелей Яговы привлекли внимание профессиональных психиатров. Доктор Джерри Бергман, бывший свидетель Яговы, специалист в области психологии. За время работы лечащим врачом в ряде психиатрических клиник я сталкивался с многими и многими свидетелями Яговы и обнаружил, что многие из них страдают тяжелыми эмоциональными расстройствами, шизофренией, тяжелой депрессией, алкоголизмом и другими болезнями. Кроме того, я изучил научную литературу и обнаружил явное подтверждение того, что уровень заболевания психики среди свидетелей и Яговы превышает средний. Одно из самых устрашающих орудий сторожевой башни это угроза предстать перед судом Совета Старейшин. Приговором этого могущественного суда может быть общественное порицание и даже лишение товарищества. Жестокая политика сторожевой башни привела к тысячам случаев психических расстройств и даже к самоубийству. Семья Доти Хайк столкнулась с холодной сталью учений сторожевой башни, когда их 17-летний сын Билли увлекся замужней свидетельницей Иеговы. Терзаясь совестью, Билли обратился к родителям. Он совсем обезумел. Был подавлен и не знал, что делать. Он говорил такие вещи, как «Я больше не могу, не могу так» и был близок к самоубийству. Мы с мужем часами говорили с ним, сделали все и сказали все, что смогли, пытаясь убедить его, что нет ситуаций, которые нельзя было бы пережить. Но положение не улучшалось. Нас, как свидетели, учили не прибегать к помощи каких-либо специалистов. И это связывало нам руки. Мы не знали, что делать. Семья обратилась за помощью к старейшине прихода. Старейшина отозвал Билли в сторону, и его родители почувствовали, что решение близко. Но их надежды были недолгими. Мы думали, что у старейшины найдутся для него слова утешения. Пусть даже никто не забыл, что он сделал. Но этот мальчик искал помощи. Ему нужно было чье-то утешение. Он чувствовал себя таким виноватым и потерянным. Но вместо этого старейшина сказала лишь, совет займется тобой завтра. Он забрался в машину моего мужа, где тот хранил канистру с ядовитой жидкостью и сделал глоток. Двадцать минут спустя он был в больнице. ровно через три недели он умер. Отнесся ли приход свидетелей с сочувствием к этой трагедии? Сестра Билли Ронда. Когда он умер, это совершенно меня сломало. Ни один из его друзей, с которыми он был знаком всю жизнь, не смогли прийти на поминальную службу, и это больно задело меня. Свидетели Иеговы говорят, что укрепляют семьи. Благодаря им мой брат убил себя. Моя мать пыталась покончить с собой. Две моих сестры и брат не общаются со мной. Моя бабушка со мной не разговаривает. Она не дала мне даже увидеться с дедом перед его смертью. Они не укрепили нашу семью. Они полностью ее разрушили. Члены руководящей корпорации могут избежать осуждения за смерть одного отчаявшегося мальчика. Но едва ли они избегнут ответственности за свои действия в африканской стране Малави. Действия, лишившие крова, здоровья или жизни тысячи свидетелей. В середине 60-х годов правительство африканской страны Малави приказало всем гражданам купить партийные удостоверения стоимостью 25 центов. Отделение общества запретило всем свидетелям Иеговы подчиниться этому закону. В результате на свидетелей Иеговы обрушились ужасные гонения. Сжигались дома и посевы. Тысячи женщин подверглись насилию. И 20 тысячам свидетелей пришлось бежать из Малави и скитаться по лагерям беженцев, навсегда исковеркав свою жизнь. Свидетели Иеговы сейчас учат, что любое участие в политике это грех. Их учит и тому, что военная служба это такой же грех. Но мы видим две разные ситуации. Одну в африканской стране Малави, а другую в Мексике, где в одно и то же время уживались два противоположных подхода. Результаты этого просто невероятны. когда живущие в Мексике свидетели Иеговы узнали, что их братья претерпели такие страшные гонения за удостоверение ценой 25 центов, они ощутили угрызение совести. Потому что в Мексике каждый молодой человек обязан отслужить год в армии. Ему выдают удостоверение, так называемую картию. Свидетели привычно и регулярно подкупают военных чиновников, чтобы получить в карточке отметку о завершении военной подготовки и переводе в армейский резерв в первую очередь. Почему они это делают? Они дали мне копии писем из Нью-Йоркской штаб-квартиры сторожевой башни, гласящих, что это лишь вопрос вашей совести и что если кто-либо считает для себя возможным дать взятку чиновнику и получить карточку, говорящую, что он прошел военную подготовку и теперь состоит в резерве. Это его право. Свидетели Иеговы верят, что люди, составляющие руководящую корпорацию, избраны руководимы Богом. И все же, из явного безразличия или невежества, руководящая корпорация разрешила одним свидетелям незаконно покупать чиновников, в то же время принуждая других действиям, окончившимися для них насилием и резней. Мне трудно поверить, что на эти действия вдохновил Бог. Щупальца руководящей корпорации простираются даже в область медицины, в сферу жизни и смерти. В 17 главе Левита в 10 стихе сказано, что нельзя есть никакой крови. И это значит, что Бог не хочет, чтобы мы поддерживали свою жизнь от жизни других созданий. И по этой причине, потому что Бог запретил это, мы воздерживаемся от переливания крови. Вопрос о крови беспокоил нас, потому что, как свидетели Иеговы, дав перелить свою кровь дочери, мы были бы изгнаны из организации. Наконец, врачи пришли к нам, и их слова звучали как ультиматум. Они сказали, послушайте, мы знаем, что вы свидетели Иеговы, мы знаем, что вы не принимаете переливания крови. Врач посмотрел мне прямо в глаза и сказал, мистер Близзард, вы должны решить, да или нет, умрет ваш ребенок или останется жив. Я помню, как подошел к кроватке и взял Дженни на руки, она была окутана проводами, поддерживавшими в ней жизнь. Я держал нашу единственную дочь. Я подошел к окну, посмотрел на облака в небе, заплакал и сказал, о Боже, Иегова, и я молился Иегове. У нас было ясное ощущение, что мы должны следовать закону Божьему и сделать то, чем у нас всегда учили, и что мы должны позволить нашей дочке умереть. Мы снова позвали врачей и сказали, что мы вынуждены, просто вынуждены дать ей умереть, что мы должны слушаться закона Божьего. Спустя примерно полчаса пришел помощник шерифа и вручил нам с женой повестки. Они сказали, что суд уже возбудил дело. Ваша дочь получит кровь. Они предупредили работников больницы, чтобы они не позволяли нам забрать Дженни оттуда. Нас обвинили в небрежном и жестоком обращении с детьми. Свидетели. Их приходило множество, и они просто толпились в комнате, пытаясь вручить нам статьи строжевой башней о переливании крови. Ты не должен позволить своему ребенку принять эту кровь. И только увеличивали груз, лежавший на нас вины. Старейшины успокоились, узнав, что еще есть время забрать Дженни из больницы. Они пришли ко мне и сказали, слушай, у нас есть план. Мы можем нанять вертолет и выкрасть ее из больницы. Надо только отключить трубки и все. Я сказал, постойте, вы не можете так. Это противозаконно. Меня обвинят в убийстве. Но они сказали, это шанс, который ты должен использовать. Я ответил только, послушайте, я не могу позволить моему ребенку умереть такой смертью. Старейшины очень огорчились и ушли в раздражении. Они были вне себя. А один из старейшин уходя посмотрел мне в глаза и сказал, знаешь, я надеюсь, что твоя дочь получит с этой кровью гепатит. Это было последней каплей. Я сломался. Мои близкие, Божья организация, отвернулись от меня, проклиная за то, что я просто хотел видеть своего ребенка в живых. Они ушли, а мы остались одни. Даже наши родители не пришли повидать нас. Мне кажется, что свидетели иеговы никогда серьезно не задумывались над проблемой крови. Либо они правы, либо нет. Если нет, то общество сторожевой башни виновно в смерти тысяч людей. Это несправедливо. Это преступление. Я думаю, что зло нужно видеть таким, какое оно есть. Оно в этом принципе. В самом принципе, что организация это все. Свидетели иеговы верят, что эта организация единственный вестник Бога. И что все указания Божьи для людей на земле приходят этим путем. И люди в руководящей корпорации тоже в это верят. Я тоже верил в это. Поэтому принимал в прошлом участие в некоторых вещах, а теперь стыжусь даже того, что имел к ним когда-то отношение. Если руководство сторожевой башни обладает и упивается властью, то оно должно отвечать за нее. По сути дела, ничто так не подтверждает это, как пример со лжепророчеством о 1975 годе. Когда руководство сторожевой башни опубликовало эту дату, 1975 год, я сразу почувствовал, что именно тогда все и случится, так как никто не мог назвать другой датой после 1975 года. Я ухватился за нее, потому что это было то, что надо, и возложил на нее все свои надежды. К середине 60-х годов сторожевая башня гарантировала, что конец света придет в 1975 году. Это пророчество вызвало поток новых членов, и организация процветала, но на рядовых свидетелей Иеговы оно подействовало иначе. Мы думали, что Армагеддон будет в 1975 году, поэтому я не заботилась о карьере, и я не пошла в колледж, потому что конец был так близок. Это было не нужно, приближался новый мир. Я оканчивал школу, и окружной надзиратель посоветовал мне, тебе лучше бросить учебу и целиком отдаться свидетельству, потому что конец света должен настать в 1975 году. Мы остро чувствовали приближение 1975 года, и что близился конец этой системы. Мы продали свой дом в Нижнем Мичигане, двинулись на север, построили зал царства, и там собирались прожить несколько оставшихся лет, скопив достаточно денег, чтобы протянуть до 1975 года. Поэтому то, что событие, предсказанное сторожевой башней, не произошло, было большим разочарованием и горем. Я хотела быть и замуж, я хотела иметь детей, но конец был так близок. Поэтому, когда мы с Фредом поженились, мы решили не заводить детей. Мне кажется, что мы слишком многим пожертвовали ради организации. Когда конец света не наступил в 1975 году, и это пророчество сторожевой башни провалилось, мне стало интересно, если они ошиблись в этом, то в чем они еще не правы. И вновь, факты сторожевой башни оказались ничем иным, как хитрой выдумкой. Свидетели Яговы пытались добиться объяснения, но им это не удалось. Очевидно, руководство ничто не видит так плохо, как неприятную правду. Сегодня они с готовностью отрицают свои пророчества о конце света. Ничего подобного. Мы не пытались даже назвать его день или срок. То, что история и откровение общества сторожевой башни представляют собой вымысел и искажение истины, можно увидеть попросту, читая те материалы, которые они издавали сначала. Их злейший враг, их же собственная литература, ясно раскрывающая человеческую природу и их богословие. Руководство свидетелей Иеговы постоянно скрывало и переделывало свои бесконечно меняющиеся учения, каждый раз называя их новым светом. То, с чем не может смириться общество сторожевой башни, это критическое мышление. Вот почему они запрещают своим последователям читать любые материалы, способные разоблачить их обман. Это потрясло меня до глубины души, как любого другого свидетеля Иеговы, который слышал об этом. Мы были так уверены, что руководители, руководящая корпорация никогда не солжет нам, что они всегда скажут нам правду, какой бы она ни была. Это выдумки, это ложь. Они лгали нам, они обманывали нас, и у нас есть документальные подтверждения этого. И из-за того, что мы говорили об этом, нас успокаивали или заставляли молчать. И это случится с каждым свидетелем Иеговы, который слушает эту программу. И он это знает. Будучи в Совете, я видел, что большую часть времени мы тратили на обсуждение новых указаний, призванных удержать свидетелей Иеговы в организации и не допустить туда злонамеренных людей, создать своего рода ограду. Эти решения вновь и вновь не основывались на Библии. Свидетель, нарушивший эти административные заповеди, подлежит лишению членства и изгнанию. Свидетели Иеговы удаляют из своей среды тех, кто отказывается следовать правильным принципам. Библия говорит об этом и одобряет такую практику. Не давать закваске, то есть ложному образу мыслей или учению, войти в приход и поддерживать таким образом его чистоту. Я пошла с мужем в христианскую церковь, и они выгнали меня за это. Они верят, что уйдя из организации, вы так и так уходите к дьяволу. Но если вы пришли в церковь, это непростительный грех. Они верят, что это означает духовное сквернение с дьяволом. Когда я работал в бруклинской штаб-квартире Вефеля, я часто обрабатывал извещения о лишении членства, которые поступали из разных приходов Соединенных Штатов. Их число доходило до нескольких сотен в неделю. Это показывает, какое количество людей организация лишила членства, и, конечно, все это строго задокументировано, включая и совершенные ими проступки. В основном это сексуальные проступки, хотя бывают и другие, такие как курение, возможно, соблюдение праздников, подобные вещи, за которые людей лишают членства. Если кто-то скатывается на грань отступничества, то мы следуем совету Библии и никогда не пригласим его к себе домой и даже не поздороваемся с ним. Если человек уходит добровольно, то к нему относятся точно так же, как и к лишенным членства. Когда мы с мужем ушли, написав письмо с просьбой исключить нас, нас не просто исключили из списков членов. Нас избегали как зла. Даже сегодня, если свидетели Иеговы застанут за общением с нами, ему самому грозит изгнание. Из этой религии нельзя уйти достойно. Из-за того, как они поступили с моей семьей, я ушла из общества сторожевой башни, не подозревая, что мои дети откажутся меня знать. У меня есть маленький внук, ему два года, а я его даже не видела. Двум моим детям и пятерым внукам сторожевая башня запретила видеться со мной, их бабушкой. Какая организация, называющая себя христианской, запретила бы детям и внукам видеться с матерью и бабушкой? Каждый скажет, что в изгнании, которое практикуют свидетели Иеговы, нет любви. Это холодный и жестокий поступок. Жизнь изгнанных полна унылого одиночества. Бесконечная печаль разлуки с семьей. Трудно найти, во что поверить, на что надеяться. поскольку я верила, что они единственный путь к Богу, я не могла заставить себя пойти ни в одну другую церковь, чтобы найти Бога другим путем. Обычно свидетели Иеговы учат, что оставив организацию, им некуда будет больше идти, но мы с женой, читая Библию, поняли, что можем пойти к Христу и сделали это. Мне попалась литература, разоблачавшая их лжепророчества и то, как они обманом скрывали их. Тогда я смогла понять, что они не Божьи организации, и я стала искать Бога и нашла Иисуса Христа. Он мой Спаситель, и Он полностью изменил всю мою жизнь. Мы просто помолились и отдали свое сердце Иисусу. Это казалось таким простым решением, но именно Его мы искали всю жизнь, и именно этого нам не хватало всю жизнь. не организации, а личных отношений с Иисусом. Уже в тот момент мы знали, что наши имена вписаны в книгу жизни Агнца. Это было незаслуженным даром, вечная жизнь, просто подаренная нам. И все дела, которые мы сделали, все тысячи часов, которые мы отдали организации, все окончилось. Просто благодать спасла нас через веру. Один простой шаг смирения в молитве и просьба к Господу занять свое место наполнили нас счастьем и покоем. Счастьем, какого мы никогда не знали, будучи свидетелями. Мы с Марджери отдали многие годы работе на сторожевую башню, но до тех пор, пока мы не покинули организацию, мы так и не поняли истинного смысла Божьей любви. Наш опыт свидетельствует, что для христиан есть еще одно служение, служение, которое само постучится вам в дверь. Свидетель Иеговы, пришедший к вам домой, это заблудившийся человек, и если вы будете готовы, вы сможете протянуть ему руку и показать, что такое настоящее христианское общение. Для нас это был долгий путь, но мы не считаем его напрасным. Остаток наших дней будет тем дороже для нас, что теперь мы имеем личное отношение с Иисусом Христом. Мы поняли наконец, что вечная жизнь это благой дар. Все, что нам было нужно, это благодать, просто благодать. . . . . . Субтитры создавал DimaTorzok